Всем привет, с вами Стас Быков. Сегодня я расскажу, как я зарабатываю на сайтах. Будет 5 основных и самых эффективных способов, которые приносят больше всего денег. Ближе к концу видео расскажу про шестой бонусный способ. Ну и конечно же, чтобы зарабатывать на своих сайтах, нужно их создать. И у меня есть отличная новость от моих партнеров. Если вы хотите создать сайт и начать на нем зарабатывать, то проще и быстрее это сделать на конструкторе сайтов YouKid. Вы можете создавать сайты своими руками одним кликом мышки. Просто выберите готовый шаблон из более чем 350 вариантов и через визуальный редактор наполните информацией. Хостинг, доменное имя и продвижение – все услуги в одном месте. Основные преимущества конструктора – интуитивность. Это тот сервис, где действительно все понятно с первого раза. Очень большое количество готовых дизайнов, которые вы сможете изменить под себя. Честный тестовый период 14 дней. Не нужно вводить данные своей карты. Есть рекламный модуль, где достаточно задать ключевые слова и можно сразу получать посетителей на свой сайт. Бесплатный сертификат безопасности, который очень важен для современных сайтов. Без него невозможно качественное SEO-продвижение. И я восхищаюсь тем, что служба поддержки отвечает моментально 24 на 7. Это редкость для интернет-сервисов. А промокод «быков20» даст 20% скидки на все. Попробуйте ее кит бесплатно 14 дней. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. После того, как вы создали себе сайт, у вас уже есть возможность на нем зарабатывать. За более чем 17 лет работы в интернете через меня прошло много способов, как можно зарабатывать деньги в интернете. Но заработок на сайте – один из самых основательных. Это я говорю по собственному опыту. Вот у меня есть сайт stasbykov.ru. И давайте разберем первый способ – это заработок на партнерских программах через реферальные системы. Думаю, вам не нужно объяснять, когда вы регистрируетесь в том или ином магазине и получаете свою реферальную ссылочку. Дальше через нее рекомендуете товар или услугу. Человек приобретает, а вы получаете комиссионное вознаграждение. Как это работает? Вот у меня есть раздел «Полезные сервисы» и «Моя техника». Здесь у меня в «Полезных сервисах» я рассказываю про джиджилот, векотаргет, вибум, продвигейт, видайкью, адвантшоп. То есть те сервисы, которые я сам использую в своей работе. И я их рекомендую как полезные сервисы для работы в интернете и заработка. Дальше человек переходит по ссылочке. А в ссылочку вшит мой уникальный код. То есть система видит, что человек перешел от меня. И после того, как он приобретает товар или пользуется услугами сервиса, то я получаю комиссию за это. Так вот, на своем сайте вы можете сделать любое количество таких ссылок. Также вот моя техника. Я купил веб-камеру Logitech Brio. Разместил уникальную реферальную ссылку на Яндекс.Маркет. Маркет видит, что человек перешел от меня. Когда человек покупает, я получаю опять же комиссионное вознаграждение. Все деньги скапливаются в том или ином сервисе и потом выплачиваются. Все в зависимости от условий договора, конечно же. Много есть, конечно, способов, где размещать свою партнерскую ссылку. Но вот сайт свой личный показывает самую лучшую эффективность. Потому что сюда заходит именно целевая аудитория, которая находит ваш сайт через поисковые системы Яндекс и Гугл. И как раз это получается один из самых эффективных способов, чтобы выйти на заинтересованную аудиторию. Поэтому рассмотри также партнерские программы. Мне вот очень нравится. То есть вот, например, VP-шок, да, партнерка, где я заработал уже 67 тысяч рублей. То есть это 25% я получаю от любой покупки. То есть действительно на партнерских программах можно зарабатывать деньги. И просто нужно знать, какими пользоваться и как правильно подать данную ссылочку. А мы переходим с вами ко второму способу. Это контекстная реклама. Вы можете размещать рекламу на своем личном сайте в любом месте. То есть вы не ограничены. Вот если мы посмотрим на мой второй блок, мы видим, что здесь справа есть реклама, которая в закрепе. Человек спускается и видит рекламу. Это контекстная реклама, которая вставлена от Яндекс.Директ. То есть здесь, видите, в центре у меня справа есть. Далее мы видим под шапкой. Потом мы увидим также рекламу и в центре. Давайте проскролю. Вот здесь вот есть она. Ну внизу я сам убрал, да. Потому что если очень много будет рекламных баннеров, то конечно это не так эффективно будет, согласитесь. Лучше меньше, пускай они будут в нужных местах, но тем не менее они будут кликаться хотя бы. И будет больше показов. Поэтому вот так выглядит страница сайта. И здесь вставлена контекстная реклама. Она может быть от Яндекса, она может быть от Гугла, она может быть еще от какой-нибудь системы через посредник. И на этом также можно зарабатывать. Вот если мы зайдем в рекламную сеть Яндекса, вот в мой личный кабинет, ну вот сейчас на балансе 1816 рублей, да. На том сайте за все время у меня получилось заработать вот практически 6000 рублей. То есть все, что я делаю, это пишу здесь статьи, а реклама сама откручивается. Я получаю за это деньги, да. Получается вам нужно просто сфокусироваться на контенте, писать полезные статьи и добиваться того, чтобы была посещаемость хоть какая-то на вашем личном сайте. И тогда вы будете зарабатывать на контекстной рекламе. Здесь даже не нужно искать рекламодателей. Просто установили код баннера. Я об этом могу рассказать более детально в отдельном видео, если вам будет интересно, да. И эта реклама начинает здесь откручиваться, да. И самые эффективные места, как показала практика, это над текстом, это может быть в середине и в конце текста. Ну и конечно не забывайте про баннер, который прилипает при скроллинге. Он тоже одно из самых дорогих мест. И кстати, сейчас мы перейдем к третьему способу. Это размещение баннеров напрямую. То есть когда к вам обращается рекламодатель, вы можете не делать скрипт сюда от контекстной рекламы, да. А разместить баннер по его заказу. То есть, например, он скажет, я хочу баннеров в самом верху сайта. Ну вот, как у меня здесь сейчас примера нету, потому что нет рекламодателя прямого, да. Но вот здесь прямую картинку во всю ширину. И вы выставляете ему цену. То есть если этот баннер будет еще и сквозной, то есть он будет на всех страницах вашего сайта, то конечно же вы выставляете цену побольше. Так, давайте я попробую найти статистику размещения по баннерам. Показать все, сейчас идет загрузка. Вы баннеры также можете размещать в любом месте. Это то же самое, типа контекстной рекламы, просто напрямую мы с вами размещаем картиночки. Мне практика показывает, что самое эффективное место, это вот здесь вот справа, именно с тем баннером, который скроллится вместе с посетителем. И самое, конечно же, эффективное рекламы, которые релевантны контенту. То есть если мы пишем про раскрутку на ютубе, и здесь баннер будет находиться про заработок на ютубе, про раскрутку, про полезный сервис, про тот же вид IQ, да. Конечно же кликабельности будет больше, потому что целевой посетитель моего сайта заинтересован в продвижении ютуба, да, если это основное направление моего сайта. То, конечно же, реклама должна быть тематическая. Ну вот, то есть есть заработок, 2500, 2500, 2200, 2500, 1900, 2500, и вот сколько, да, только через этот сервис я пропустил рекламу. То есть действительно, баннерная реклама, она позволяет хорошо зарабатывать на сайте. Дальше еще один способ, это статьи на заказ. И у меня тоже есть такие примеры, мы можем их посмотреть. То есть есть статьи, которые я писал под чей-то заказ, когда ко мне обращаются рекламодатели. Ну вот, например, статья про вид IQ, да. Ко мне обратились рекламодатели, сказали, напиши полезную, хорошую статью про наш сервис, про нашу компанию, и там же можешь оставить реферальную ссылочку. Я начинаю писать, описываю все возможности данного сервиса, называю статью, как набрать просмотры на ютубе, да, и далее просто оставляю свою реферальную ссылочку. И все, кто переходит по ней, кто заходит вообще на мой блог, видит эту статью, ознакомятся с этой компанией, они, конечно же, начинают взаимодействовать с ней. И действительно, вот на этом тоже можно зарабатывать. Но здесь единственный от меня будет совет, пишите только те статьи, которые вам нравятся. Оставляйте как можно меньше, лучше одну внешнюю ссылочку. И, конечно же, чтобы вам сам продукт нравился, вы сами пользовались этим. Я вот всегда пишу рекламные статьи только на те услуги, на те сервисы, на те товары, которыми сам лично пользуюсь. Если у вас будет точно такой же подход, то у вас все получится. То есть, у вас и будет посещение, и взаимосвязь с вашими читателями у вас также будет хорошая. Но такая возможность есть, то есть, писать статьи на заказ, да, от прямых рекламодателей на какие-либо товары, услуги, и тоже на этом зарабатывать. Рассмотрите тоже этот способ. Еще есть способ продажи своих товаров и услуг. Если вы оказываете какие-то коммерческие услуги, может быть, вы фрилансер, что-то делаете, то обязательно сделайте у себя на сайте вкладку «Услуги». И разместите там то, чем вы занимаетесь, чем вы можете помочь другим людям. Если вы специалист в чем-то, то в любом случае ваши навыки могут кому-то потребоваться. А если у вас есть личный сайт, и вы позиционируете себя как эксперт, то, конечно же, к вам обратятся в первую очередь, чем к какому-то специалисту, непонятному в социальной сети ВКонтакте, у кого даже на аватарке нет фотографии. И блоги отлично продвигаются в поисковых системах. То есть вы расписываете все свои услуги, все товары, которые продаете. А в разделе «Блог» вы начинаете писать статьи, которые по тематике вашего направления, по вашей услуге. Ну, предположим, я занимаюсь оформлением и дизайном групп в сообществ ВКонтакте. Я начинаю писать полезные статьи, как раскрутить группу ВКонтакте, как вывести группу ВКонтакте в топ Яндекса и Гугла, топ-3 способа, как раскрутить группу. И эти статьи индексируются в поисковой системе. Потом целевая аудитория переходит на эту статью, читает, видит, что у меня есть отдельная страница услуги, переходит и смотрит на мои услуги. То есть видите, как все интересно, эта система работает. То есть мы начинаем с вами размещать полезные, уникальные статьи по направлению вашей услуги. И дальше человек уже заинтересован. Он видит вашу экспертность в том, что у вас есть свой сайт, это важно. То есть сайт – это все-таки доверие хоть какое-то. Дальше он видит, что вы компетентны в своей специализации, потому что пишете полезные статьи, которые он нашел в поиске. Ну и, конечно же, увидел, что вы оказываете услуги. А если у него есть возможность заказать вас как специалиста, то, конечно же, он это сделает. В самом деле, очень много людей приходят из поиска, и они самые платежеспособные и заинтересованные. Вот те, кто приходит из Яндекса, из Гугла. А с платной рекламы, конечно же, как показать практика, меньше показатель CTR, да? То есть кликабельность и вообще заказ услуги. Но, тем не менее, он есть. Об этом мы тоже можем в отдельном видео поговорить. Поэтому обязательно разместите там мои услуги. Я помогу вам помочь в этом-то, в этом-то. И начинайте писать полезные статьи для поиска, чтобы вас находили через поисковые системы. И тогда вы будете получать постоянный приток потенциальных клиентов. Вот эти вот пять способов, одни из самых эффективных, я вам рекомендую их рассмотреть. И обязательно обещал вам рассказать про шестой способ. Это бонусный. Это продажа вашего сайта. То есть, когда мы с вами создали сайт, на нем уже есть посещаемость, у него уже все оформлено, его любят поисковики, мы можем с вами продать сайт. Такая возможность тоже есть. И стоимость, конечно, здесь разная. От 15, 20, до 40, до 50 тысяч рублей можно блок спокойно продавать. Ну, конечно же, перед этим нужно поработать. И я не зря оставил напоследок этот способ, потому что не очень хочу, чтобы вы продавали свой личный сайт. Когда вы сделали свой сайт, лучше развивайте его, лучше на нем зарабатывайте. И вот эти первые 5 способов вам принесут гораздо больше денег, чем вот эта продажа сайта. Просто это и бывают случаи, когда нужно продать сайт, например, оставить это направление и уехать куда-нибудь. Хотя, заниматься сайтом можно из любой точки мира. Можете выйти в кафе, можете в парке посидеть, можете дома, можете в гостях. Вы отовсюду можете работать и развивать свой сайт. Поэтому я очень хотел бы, чтобы у каждого человека был свой сайт в интернете, и вы на нем зарабатывали деньги. Напишите в комментариях, какой из способов вам больше всего понравился. В одном из следующих видео я разберу обязательно его подробнее. Также ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео. Не забывайте ставить лайк, поддержите данное видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.